Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. И у меня в гостях Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки инвестиционной финансовой компании «Солид». Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. И Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов «Банка Стройкредит». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, друзья. Ну что ж, уважаемые слушатели, я напомню вам телефон в студию. Вы можете позвонить и задать вопрос сегодняшним гостям. Телефон 6510-99,6. Либо вопрос свой опубликовать на сайте финам.фм. И на все вопросы мы традиционно дадим развернутые, да, я надеюсь, развернутые ответы. Ну и прежде всего, опять традиционно, посмотрим, что творится на этих самых финансовых площадках. К этому времени американцы открылись. И ситуация следующая. Индекс Dow Jones чуть ниже 0,1%. Индекс S&P 500 чуть, я имею в виду минус, да, минус, чуть больше 0,3%. В минусе и тот, и другой. РТС чуть больше 0,1%. Ну, в общем, все как-то в нулях, как минимум наши. 0,01%. ММВБ теряет 0,01%. Так, посмотрим на сырьевые площадки нефть марки Brent. Торгуются сейчас по 103 доллара 77 центов, прибавляя почти полпроцента по итогам торгов сегодняшних. Золото 1582 доллара за унцию. Ну и индикатор рынка Forex, евро-доллар топчет 21 фигуру. 1,2101. Его текущая котировка. Вот, собственно, картина маслом. Если сравнивать, да, ситуацию нынешнюю с ситуацией вчерашней, то она как выдох-выдох такой тяжелый, да, после вчерашнего, ну, я бы так сказал, по крайней мере, для наших индексов обвального падения. Давайте поговорим об этом. Михаил, вчерашнее падение, ну, наверное, всех финансовых площадок, с чем было связано прежде всего? Ну, в выходные появилась достаточно шокирующая информация о том, что выход Греции из еврозоны больше не рассматривается европейскими, прежде всего, немецкими политиками, как некая катастрофа. И это выглядело как подготовка, уже начавшаяся подготовка масс к тому событию, которое может состояться, в общем-то, в достаточно недалеком будущем. А если к этому приурочить, что сегодня в Грецию приехала миссия Международного валютного фонда, которая начала исследовать то, как правительство Греции выполняет оговоренную СМВФ программу по сокращению государственных расходов, и оттуда также пошел некий негатив о том, что правительство не справляется, а это очевидно, что оно не справляется. У них стоит задача сократить государственные расходы на 1,5 миллиардов евро, и трехпартийная коалиция трещит по швам в попытках это сделать, и Греция опять стоит на пороге, в общем-то, развала недавно приобретенного правительства. То есть вот та пауза греческой трагедии, когда было выбрано правительство, и на некоторое время Греция выпала из лучей софитов, сейчас она опять возвращается на сцену, и выясняется, что на самом деле это была лишь короткая передышка, ситуация по-прежнему ухудшается, и специалисты говорят о том, что время до выхода Греции из евро может быть уже исчисляется даже не кварталами и месяцами, а неделями. И это, безусловно, шокировало рынки, их стревожило, и вот мы увидели совершенно закономерную реакцию в понедельник. Ну, то есть Греция за пределами еврозоны, это уже вопрос решенный, да? Ну, это, безусловно, вопрос не решенный, но, скажем так, вероятность этого существенно повысилась, потому что терпение у немцев и желание платить по греческим счетам уменьшается, а греки не предпринимают тех мер, которые могли бы убедить немцев в том, что необходимо их продолжать поддерживать. О которых договаривались, как минимум. Да, да. Поэтому, и более того, произошла уже некая психологическая адаптация, то, что раньше казалось невозможным, теперь люди с этой идеей, что называется, переспали, она действительно перестает быть такой шокирующей, более того, появились некоторые исследования, что, возможно, даже вот этот ужасный конец лучше, чем ужас без конца, и что всем будет легче, если Греция выйдет из еврозоны, в том числе и грекам. Ну, хороший момент, да, этот ужасный конец. Конец для кого? Для Греции или для еврозоны в целом, Сереж? Наверняка Греция не останется в одиночестве. Греция, боюсь, что да, потому что южноевропейцы, ну, к сожалению, в плохом смысле этого слова поддерживают своих соседей. Например, Испания, что началось, началось с чего у Испании проблема? Ну, все знают, что, в общем-то, это последствия тех же вещей, которые, ну, привели Грецию к порогу выхода. С чего начали испанское правительство? С уверения о том, что нет, они судьбу Греции не повторят, Испания это вовсе не Греция, это гораздо лучше. Затем пошел небольшой такой шумок, что, ну, может быть, какая-то помощь понадобится со временем, но правительство контролирует ситуацию и, безусловно, безусловно, выход будет гораздо легче и гораздо оптимистичнее. Сейчас мы видим, что уже признается о том, что без серьезной поддержки Испания, очевидно, не справится. Ну, и что мы видим, что из всей еврозоны с рейтингом стабильным осталась, по-моему, только Финляндия. То есть уже и... Сегодня Мудисы, кстати, пересматривали, да, у нас рейтинги Германии, какого, Ирландии. Прогноз рейтингов. А прогноз был? К сожалению, да, к сожалению, уже... То есть это очевидно всем, что взятые обязательства по вытаскиванию южных европейцев из этой ямы скажутся уже и на самых стабильных странах, в том числе и Германии. Не то, что могут сказаться, они очевидно, что скажутся, потому что благими намерениями, как говорится, знаем, куда народ идет. Плюс к тому же, вот еще мы начали разговор, что влияет сейчас на рынок. Размещение вот как раз Испании своих бандов, уровень их размещения, показывает, что 7,40 с лишним доходность по ним. Это уже... Ну, выше 7, как минимум, да? Да, доходность выше которой, ну, вернее, по которой уже, в общем-то, брать не очень корректно. То есть отдавать уже понятно, что будет очень сложно. То есть то, с чего, в общем-то, началась Греция в свое время. Это все оказывает, конечно, влияние сильно на рынок и мировой, и, ну, опосредованно на российский. Конечно, да. Я бы хотел еще немножко плеснуть черной краски. Значит, говоря о долговом кризисе, нельзя забывать об экономике. Поступающие экономические данные, в том числе сегодня вышли очередные данные по доверию производителей в Европе, показывают, что Европа, на самом деле, планомерно погружается в рецессию. Юг Европы уже в рецессии, а север Европы предполагает, что к концу года также туда погрузится. То есть сейчас Европа напоминает такой корабль, которого корма уже под водой, а нос еще над водой. Как называется? Не знаешь, как называется? Ну, есть подозрения. Проблема в чем, что во времена рецессии, а то, что она наступит, видимо, уже больших сомнений нет, в том, что она продлится, скорее всего, весь 13-й год, тоже больших сомнений нет. Во времена рецессии все долговые проблемы, они обостряются. То есть, иначе говоря, из шкафов начнут вываливаться новые скелеты. Вот. И, безусловно, рецессия, Европа входит в эту рецессию ослаблена. Ослаблена вот уже выявленными проблемами. И в силу этого, как бы, желание и возможность решать вот эти долговые проблемы южан, у стран севера желание существенно сокращается. Я хочу сказать, что действительно, как прозвучало, возможности-то Германии не безграничны. На самом деле, у них уже долг ВВП составляет 80%. То есть, они тоже уже находятся достаточно далеко за безопасной гранью. И, собственно говоря, они вложили сотни уже миллиардов евро в этот проект. И, видимо, где-то они должны поставить стоп-лосс. В общем, выходить из зоны евро, скорее всего, надо не Греции, а Германии. Им явно будет легче после этого. Ну, в этом логика есть, да? Это как хлопнуть дверью. Мы тут все очень часто сравниваем еврозону с коммунальной квартирой. Где люди живут все по разному заплатам, по разному потенциалу. Кто-то, пардон, мочится мимо унитаза все время, а остальные ходят и убирают за ним. А потом они говорят, что в конце концов, сколько это может. Ну, вот, кстати, насколько уж корректен это сравнение с коммуналкой БОХСИМ. В принципе, да, Миш, мы говорили о том, что вот есть... Уже рынки подготавливают к тому, чтобы они опять не сильно проседали уже по факту. Подготавливают к тому, что, видимо, Греции вопрос решен уже. Да, и уже и Драхму там, давайте, ребята, печатайте и прочие вещи. Но, тем не менее, не потянет ли выход Греции? Ну, то есть, я так понимаю, как рассуждают, да, власти Евросоюза? Ну, давайте с Грецией мы простимся, выдохнем, там, что-то пересмотрим каким-то образом. И будем жить дальше весело, радостно и счастливо. Получится это? Вы знаете, тут, конечно, вопрос очень спорный. Значит, если бы речь шла только о том, чтобы ампутировать Грецию... Сделали бы давно уже. Да, там 0,4% от мирового ВВП, как бы, проблем нету. А проблема в том, что сейчас уже пылает Испания, а под вопросом Италия. А вот Италия, это очень серьезно. Это долг в 1,2 триллиона евро. Третий по величине долг мира государственных после США и Японии. Вот, и уже возникают вопросы, и, собственно говоря, уже мы говорили, что стоимость обслуживания итальянского долга, она уже стремится, опять-таки, там, к 7%, если уже не превысила. Да, да, больше уже где-то. Вот, а вот выкупить Италию, это, вы знаете, уже, я думаю, что никому не по силам. Вот, и если не удастся, вот, как говорят, фаервол построить между Грецией и другими европейскими странами, и если этот пожар перебросится дальше по текам подводной этой лодки, которая, значит, то последствия, конечно, могут быть очень печальные. И поэтому сейчас и критикуют, собственно говоря, европейцев за то, что они этот фаервол построили очень небольшой. Вот, например, решение германского суда конституционного отложить рассмотрение вопроса введения в действие европейского стабилизационного механизма на сентябрь месяц, а туда должны были накачать 500 миллиардов евро очередных. Вот, как бы, это все подтачивает единство Европы и разрушает вот этот фаервол, который должен стоять между Грецией и остальной Европой. Миша, а вот чем обусловлено то, что немцы так тянут время? Это связано как-то с выборами в следующем году? У них, по-моему, выборы? Я думаю, что нет. На самом деле, там очевидно, что суд в какое решение... То есть там чисто юридические проволочки идут, противники, как бы, этого решения пользуются рядом юридических возможностей. Понятно, что, ну, скажем так, общепринято в Германии, что суд примет решение, что да, можно и нужно помогать. Понятно, что есть решение политических кругов, но, тем не менее, то, что вот такие вот палки в колеса вставляются, это ставит под сомнение жизнеспособность вот этого целостного механизма. То есть имеется в виду, что этот механизм просто не может договариваться внутри, да? Вы знаете, на самом деле, вот одна из основных проблем Европы, то, что еще не начали обсуждать, это отсутствие трансферного союза. То есть, на самом деле, посмотрите, они создали единую европейскую зону, да, зону евро. И предполагалось неявно, что страны начнут дивергировать свои конкурентоспособности естественным путем. Оказалось, что... Миша, я прошу прощения, очень интересно, давайте об этом через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финнам ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на мировых финансовых площадках. В гостях Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки инвестиционной финансовой компании «Солид». И Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов банка «Стройкредит». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я вам напоминаю, у вас есть отличная возможность сегодня позвонить в студию по телефону 6510-996 и задать свой вопрос моим сегодняшним гостям. Тем более, что, как это было понятно из первой части, мы сегодня обсуждаем ситуацию на мировых площадках, которые наверняка непосредственно окажут влияние и на ситуацию в России. И вот здесь-то вы будете подготовлены, если получите ответы на все вопросы. Значит, вы можете позвонить, либо твой вопрос опубликовать традиционно на сайте финам.фм. Ну что, друзья, давайте продолжим, Миш. Значит, мы говорили о том, что некий сценарий развития долговодства кризиса в еврозоне предполагает уже скорейший вывод Греции из еврозоны, а дальше на подходе Испания. А что дальше? О, тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Вы знаете, я бы сказал так, что пока мы тут кувыркаемся с европейским кризисом, ну, нужно посмотреть немножко дальше. А дальше у нас возникает на горизонте Соединенные Штаты Америки. То есть дальше не во времени, а дальше в пространстве. Нет, и во времени тоже. То есть, как мы сказали, что велика вероятность того, что в Европе будет обострение долгового кризиса дальнейшей с возможным выходом Греции из зоны евро. Это весьма велика вероятность того, что вся Европа погрузится в зону рецессии. Но пока вот сейчас, на настоящий момент, немножко ситуация поддерживается тем, что экономический рост продолжается даже немножко усиливаться в США и в Китае. То есть там есть признаки того, что рост во второй половине года будет несколько выше, чем даже в первой половине года. Это как бы поддерживает низкомировую экономику, спрос и дает некий оптимизм на рынках и не дает этим рынкам безудержно валиться вниз. Потому что рынки видят как плюсы ситуации, так и минусы этой ситуации. Но вот на мой взгляд, если мы посмотрим немножко дальше, то опять-таки здоровье, рост американской экономики, устойчивость этого роста, оно становится под вопросом. Но мы все знаем, что в США достаточно значительный бюджетный дефицит, достигающий текущий дефицит процентов от ВВП. И что у них стоит задача после выборов президента это дефицит сократить. И вот я так полагаю, что где-то во второй половине этого года одновременно с... Подожди, вторая половина началась уже. Ну, скажем так, чуть дальше, к осени. К осени. Сентябрь-октябрь, ближе к выборам. Да, ближе к выборам. В фокус внимания инвесторов, помимо европейского кризиса, будет постепенно входить и то, какое влияние неизбежной бюджетной консолидации в США будет оказывать на экономический рост в этой стране и вообще в мире. Понятно, что это влияние будет негативным, но вот в какой мере инвесторы будут это оценивать достаточно внимательно. И мы ждем очень жарких баталий в США политических, потому что две основные политические силы реально имеют разное видение о том, о будущем страны и как эту страну нужно строить. Если раньше республиканец с севера и демократ с юга, в принципе, это были более-менее... Это был центр, и они могли говорить друг с другом на одном и том же языке. То сейчас обе партии достаточно сильно радикализировались, центра практически нет, и там идет реально очень жесткая политическая борьба за будущее страны. То есть в истории Штатов было уже подобное противостояние некоторое время назад? Слава богу, до этого не дойдет, я тоже надеюсь. Я думаю, что до этого не дойдет, но ситуация будет очень интересна. И возможные политические клинчи, искры, блокада бюджетных процессов, все это мы будем наблюдать в полной мере. Ну, Сереж, очевидно ведь, да, что все процессы в мире взаимосвязаны. Мы живем в глобальном пространстве. Сейчас глобализация идет во всем. Вот то, что происходит в Европе, оно, с одной стороны, ведь не локально, оно точно так же, да, оказывали они и на Штаты, и на Китай, как ведущую экономику мира. И, с другой стороны, да, замедление в Штатах и в Китае, да, придет уже непосредственно к продолжению кризиса в Европе. То есть на что в первую очередь смотреть-то? Да, конечно, все связано, но у меня вот немножко свое видение. Михаил правильно сказал, что традиционно Америка, ну, нравится нам это или нет, сдает тон в глобальной экономике, в глобальных финансах. И действительно, ситуация перед выборами будет достаточно остро политизирована и, соответственно, оказывает влияние на экономику Америки. Но в данном случае, мне кажется, что немножко будет все это, ну, более сегментарно, чем обычно. То есть Европа будет немножко сама по себе, Штаты немножко сами по себе. Наступает, очевидно, время вот такое. А есть такая возможность, чтобы они были сами по себе? Ну, я не говорю, нет, нет, конечно, конечно, влияние будет очень сильное. Вот я просто хотел сказать, что несколько более, чем обычно будет, вот, вот, сегментарность какая-то выражаться. Вот, потому что дела в Европе, в Америке, да, там немножко в перспективе, все немножко в перспективе. Вот, возможно, будет интересное движение повышательное. Но, мне кажется, в Европе сейчас кризис достигнет такой степени остроты. То есть, если Греция действительно выходит, я тут тоже такой же пессимист, что она, скорее всего, выходит, то там начнет Испания потихонечку расползать в эту яму. Италии уже не потребуется для того, чтобы развалился вот этот союз. То есть, я думаю, что там будет нарастать, и все достаточно быстро и плохо. Если позволите, коллеги, вот такую точку зрения я предложу. Не так много у правительств, да, и Америки, и еврозоны, и монетарных властей, не так много способов для того, чтобы каким-то образом сейчас управлять, да, вот этими процессами. Но один из них мы рассматриваем на протяжении уже несколько лет, это так называемое количественное смягчение. И вот... Да, номер три. Да, 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 господин Бернанки тут ждали от него, ждали, ничего не сказал. Но, тем не менее, есть мнение, что все-таки, да, ближе к выборам никуда им не деться. И ЕЦБ тоже прибегает, да, и к помощи печатного станка, и к выкупу долгов на открытом рынке, собственно, этот процесс. Ну, и Британия этим же пользуется, неважно. И я, собственно, к чему веду, да, и вот в текущем моменте мы видим евро-доллар 1.21. С одной стороны, ослабление евро, это в какой-то степени, да, глоток воздуха с точки зрения экономики еврозоны. Да, да, да. И с другой стороны, это дополнительное давление на экономику американскую. То есть не обостряться здесь еще, вот, значит, в рамках этих процессов, так называемые валютные войны. И что может повлиять в конечном итоге на курс евро-доллара, да, либо обострение, продолжение, точнее, да, проблем экономических в той и другой стороне, либо вот пресловутый, так сказать, протекционизм с точки зрения валютного курса. Ну, на мой взгляд, ослабление евро носит объективный характер. То есть понятно, что проблемы в еврозоне ослабляют евро, а США стоит наоборот на пороге бюджетной консолидации, то есть ужесточение денежной политики. И в силу этого, как бы, доллар, он должен просто дорожать относительно евро. Что касается лечебного эффекта, который это окажет на экономику Европы, и, в частности, на Германию часто ссылается, я бы сказал, что тут еще бабушка надо высказать, но, безусловно, такой эффект будет. Но, мне кажется, он немножко гиперболизируется. Почему? Потому что, к примеру, при той же экспортной ориентированности экономики Германии, ее основные партнеры все-таки в Европе, в той же самой еврозоне. То есть, как бы, относительно еврозоны конкурентоспособность Германии, она не увеличится. Поэтому, ну, да, эффект будет, но, в общем, я не думаю, что он будет такой уж значительный, как и об этом иногда говорят. Но, в целом, скажем так, прогноз о том, что евро марширует к паритету с долларом, он, в общем, наверное, имеет место быть. — А в каких, ну, опять, неблагодарный вопрос, да, но в каких временных промежутках мы можем увидеть паритет? — Ну, вы знаете, я думаю, что к концу года один на один, в принципе, можно увидеть. А, в принципе, паритет, если вот как бы будет остро, действительно, вот то, о чем мы говорим, что отваливается Греция, костер перебрасывается на Испанию, начинает качаться Италия, то, в принципе, на горизонте 12 месяцев, в принципе, паритет можно увидеть. — Эскалацию можно увидеть, действительно, такое. — Учитывая, да, как последние несколько недель, тем более это движение. И в этом случае тогда давайте еще, есть несколько минут у нас для второй части программы, давайте два слова о Китае. Все-таки Китай, ведущая мировая экономика, одна из ведущих, да, это большой рынок сбыта с точки зрения азиатских, азиатского региона, да, вот такая тоже избитая фраза, сейчас она популярна среди средств массовой информации, ждет ли Китай жесткая посадка? Сереж. — Ну, Китай, безусловно, лидер в этом отношении. Тем не менее, что стоит сказать, что те темпы роста, которые были бы замечательными для любой другой страны, для Китая являются, будем так говорить, существенно жизненно необходимыми просто. Иначе при некотором замедлении экономики там будет просадка, и действительно просадка достаточно жесткая. Будет ли она, угрожает ли она Китаю вот сейчас непосредственно? Ну, я думаю, что все-таки нет, что все-таки это будет достаточно, ну, будем говорить, протяженный во времени процесс, на который, возможно, еще окажут благоприятные факторы, ну, изменения в остальном мире. То есть я не вижу, что там назревает как это. Я вот как раз хотел бы вопрос-то больше сформулировать не в отношении самого Китая, да, и, соответственно, замедление экономического роста, как повлияет на непосредственно Китай, а как это замедление повлияет на остальной мир. Вы знаете, я скажу так, что действительно есть надежда на то, что в этом году Китай не принесет нам каких-то разочарований, да, и вот окажет некую поддержку мировой экономике. Безусловно, темпы экономического роста Китая, они потихонечку, естественным образом уменьшаются, потому что невозможно растить, они уже 30 лет растут со скоростью 10% в год. Ну, да, двузначные цифры. Это как бы понятно, что они уже немножко подразвились, естественные темпы, их оптимальные темпы роста ВВП, они становятся меньше, и это не должно пугать. Вот, так же, как иногда нас сравнят, вот мы растем медленнее Китая, значит, мы хуже. Ну, это как с какой стороны посмотреть, мы более развиты, для нас 4% в год это нормальные темпы роста. Стартовый, да, стартовый рынок. Да, поэтому, в принципе, вот от Китая подлянки мы, ну, я в этом году не жду. Я думаю, что все будет хорошо, но, скажем так, что на заднем плане постоянно витает некая такая таинственная угроза большого китайского кризиса, жесткой посадки Китая. Это может произойти, может не произойти, но это надо иметь в виду, потому что там действительно накапливаются проблемы, и в пределе это все может быть достаточно неприятно. Так же, к примеру, в том же регионе постоянно, как тень отца Гамлета, там витает тень большого японского кризиса с дефолтом Японии. То есть, рано или поздно это может произойти, и если это произойдет, то, опять-таки, мало не покажется никому, это будет такая фукусимая экономическая в мировом масштабе. Я понял. Ну, то есть, мы говорим о том, что... Китай пока... Проблема Китая пока для нас не самая острая. Не самая острая. Самая острая все-таки, да, то, что мы говорили, это ситуация в Еврозоне и ситуация в Соединенных Штатах Америки. Ну, и еще один момент. Вот у нас на следующей неделе, да, начинается двухдневное заседание Финрезерва. Как вы думаете, там будет намек, очередной намек на количество мягчений? Вы знаете, скорее всего, они вряд ли изменят какую-то свою риторику. Они достаточно четко, Бен Бернаки, он обозначил позицию, что волшебной палочки нет у Финрезерва, что свою часть работы должны делать правительство, что то, что могли сделать Финрезерв, он уже сделал. Экономика США накачана деньгами, у банков очень большие запасы денег, они сидят на мешках денег. Банковская система восстановила свое здоровье, у них хороший баланс сейчас банков США. Поэтому, как бы, то, что Финрезерв мог сделать, он уже, в общем, по большому счету сделал. И дальше уже мяч, как говорится, на другой половине поля. А что на этой половине поля происходит? Я согласен с Мишей, на самом деле, Бернаки, я уверен, будет до последнего. Сереж, я прошу очнений, давайте вернемся к этому через несколько минут. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Действительно, звоните нам, телефон 6510-996, пишите нам адрес сайта финам.фм, задавайте вопросы. Сегодня мы обсуждаем, ну, не хочется говорить о перспективах, но обсуждаем текущую ситуацию. В конечном итоге, все, о чем мы говорили на протяжении этого получаса, этих 30 минут, в конечном итоге, отразится на ситуации в России. И вот сейчас я предлагаю моим уважаемым гостям, я напомню, сегодня в гостях Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки инвестиционной финансовой компании «Солид» и Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов «Банка Стройкредит». Давайте сейчас с вами все-таки сфокусируемся на России, на отечественной экономике, как проблемы, а они очевидны, собственно, пути их решения мы попытались сейчас проговорить, к сожалению, их не так много. Кстати, вот по поводу Федрезерва, мы закончили предыдущую часть на ожиданиях заседания комитета поставок на следующей неделе. Ну, я так понимаю, да, Сереж, ты тоже согласен с Михаилом? Да, я думаю, что Бернардка в свойственной ему казуистической манере, это последнее будет оговариваться так, что из этого, может быть, вы сделаете вывод, что количество смещения как бы и не очень-то обязательно будет. Ну, тем не менее, да, наверное, я тоже склоняюсь к той мысли, что Федрезерв свои возможности исчерпал, и даже включив... Переисчерпал. Переисчерпал, да, и включив сейчас печатный станок в очередной раз, да, запустив этот очередной этап программы коллег-сключений, не факт, что какой-то результат. Вдобавок сейчас еще, вот как мы говорили, политический очень момент неподходящий для этого. Подходящий абсолютно, выборы, это всегда вещь такая. Да, более того, они же растут, как бы, должно быть обоснование. То есть, да, у них рынок труда, как бы, плохо себя чувствует, но, в принципе, экономика растет. То есть, как бы, обосновать необходимость количественного смягчения сейчас, ну, не очень просто. Хорошо, итак, поворачиваем голову на Россию, да, говорим о российской экономике, и уже сегодня мы с вами вспоминали, что в средствах массовой информации, ну, за это их стоит простить, конечно, да, ребята не любят, так сказать, горячие пирожки раздавать, но средствах массовой информации, тем не менее, да, идет уже некая подготовка к тому, а что ждет Россию, ежели кризис еврозоны, да, получает уже такой глобальный масштаб. По поводу рубля сегодня, я тоже читал где-то, вот давайте об этом поговорим, собственно, что ждет российскую экономику, если проблемы еврозоны выплескиваются, да, за рамки самой еврозоны. Ну, я бы сказал так, что вот тактически в России ситуация достаточно хорошая. Темп экономического роста находится на оптимальном уровне, порядка 4%, баланс страны находится в шикарном состоянии. То есть вот в моменте, если взять, все хорошо. У страны есть, безусловно, структурные проблемы, нуждаемся мы в развитии, но вот как бы, чтобы бить в колокола, что у нас все сейчас плохо, и вот все сейчас прямо сейчас рухнет, и надо бежать забирать деньги из банков, но я не вижу оснований. Другое дело, что планировщики в правительстве, так же, как и любые планировщики, например, в генштабе, они должны сидеть и работать с наихудшими вариантами, и готовить правительство к тому, что если вдруг. Ну, это хорошо, вот говоря рыночным языком, да, ты как раз упоминал некоторое время назад этот термин, надо стоп-лост где-то ставить. Да, да, да. То есть, безусловно, правительство должно задумываться над тем, как мы будем действовать в случае если. И, ну, на мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Для нас не столько фатально будет кризис в Европе или нет, и даже какой он остроты будет в моменте, сколько какой длительности он будет. Потому что у России есть некий запас прочности, и, скажем так, год там или полтора-два низких цен на нефть и значительного спада в Европе мы, в принципе, переживем. Запас прочности это что, золотовалютный запас? Золотовалютный запас у нас, в принципе, развился более-менее внутренний спрос. То есть, ну, экономика развивается. На самом деле, вот нас пинают все время за сырьевую зависимость, а за последние 10 лет доля экспорта, сырьевого экспорта в ВВП упала на 30%. Это при том, что в денежном выражении этот экспорт вырос в два раза. То есть, если бы, например, нефть не выросла в два с половиной раза, то сейчас бы у нас вообще доля экспорта в ВВП была бы как бы в нормальной, респектабельной стране. То есть, на самом деле, у нас тут вполне нормальные, позитивные процессы, Но запас прочности, естественно, не безграничен, поскольку мы являемся частью глобальной экономики. И вот если кризис в Европе будет длинным, и там захватит не только 2013, но и 2014 год, тогда нам, безусловно, будет тоже плохо. И нам придется затягивать пояса, отказываться от части расходов, срезать там ряд программ и тому подобные вещи. То есть, на мой взгляд, вот рядовой россиянин может почувствовать ухудшение, реальное ухудшение в своей жизни повседневной где-то через год. Полтора. Раньше... Опять при условии, что кризис вот... То есть, когда пойдут уже сокращения работ, там, может быть, уменьшение заработных плат, может быть, какие-то возникнут там проблемы с курсом рубля. То есть, я так думаю, что, скажем так, до конца этого года, и, возможно, там даже еще несколько парочек кварталов 2013 года, в целом в стране есть запас прочности. То есть, суетиться не надо. Вот мне всегда очень хочется, да, ну, слушателям прежде всего именно эту фразу адресовать. Вы знаете, надо... Чуть запахло жареным, и мы знаем, да, как наш народ любит сразу на это дело реагировать. Ну, совершенно верно, Олег, действительно, потому что в таких случаях главное не суетиться и не совершать тех движений, которые всегда, как правило, в перспективе оказываются неоправданными. Совершенно верно. То есть, делаешь себе хуже еще, получается. Поганая ворона кустовая. Да, единственное, к тому мнению, которое высказал Михаил, совершенно верно, добавил бы только, что тут важен еще уровень, до которого может опуститься цена на нефть. Но есть такой вот, как бы, всем, наверное, знакомый более-менее показатель, как стоимость барреля марки Brent. Вот сейчас он чуть больше 100, от 103 до 107, вот последние дни движется. Если во время кризиса, ну, вот, если тот вариант кризиса, который мы рассматриваем, цена опустится не ниже, чем 85, я думаю, вообще, в принципе, мы сможем достаточно легко и, может быть, даже и в большие сроки все это... Но 85, это не кризисная цена, мне кажется. Тем не менее, достаточно сильно будет движение вниз. Мы были там недавно, практически 90-80. Ну, кажется, что недавно, на самом деле уже... А если она 60-й, не дай бог. А я помню, как перед вводом войск США в Ирак разговор был, то, а вы представляете, что нефть может подорожать до 40, до 40 долларов за баррель. Это же будет просто денег девать некуда. Это было не так давно, в общем-то, тоже. Вы знаете, я как раз вот и хотел сказать, что вот про то, что я имел в виду про запас прочности у страны, что страна, на самом деле, и 60 тоже переживет в течение нескольких кварталов. Вот, что как раз запас прочности позволяет даже такие падения, в общем-то, пережить, но главное, чтобы они не были очень длинными. Что вот если, например, нефть опустится до 60 и продержится там год, вот тогда у нас могут начаться проблемы. А если это будет разовая даже падение до 60 со скоком через квартал опять вверх, то, в общем, ничего фатального и не произойдет, я так думаю. Конечно, конечно. Огромное спасибо. Давайте у нас есть вопросы, попытаемся отдать на них ответы. Вопрос Юрия. Ну, опять вопрос несколько... Взгляд глобальный такой, да? Юрий интересует. Скажите, пожалуйста, кризис начался в Штатах. Ну, видимо, последний восьмого года. А если бы там все было нормально, может, и в Европе не было бы таких проблем. Получается, что Америка подставила всю Европу. И дальше вопрос. Из разряда заговора всемирного. Может, все так и было задумано? Спасибо. Ну, на самом деле, в общем, я согласен с первой частью положения, что действительно все началось с Америкой. Знаменитый кризис долговых бумаг, который потом перетек во все остальные сектора, да, спровоцировал этот скачок. Но не надо искать в этом теорию заговоров, потому что, безусловно, если внимательно посмотреть за теми процессами, которые все это инициировали, становится понятно, что, ну, будем так говорить, что Америка, как самая богатая страна, тем не менее, хотела жить еще лучше. Поэтому, ну, будем так говорить, люди начали жить в долг, и очень сильно. К сожалению, это оказалось заразно. Болезнь такая, в общем-то, приятная ей болеть. Вот, выздоравливать неприятно. Вот, поэтому, да, действительно, началось все оттуда, но теорию заговоров я не верю и считаю, что это, ну, неоправданно в данном случае искать какие-то такие способы погубить весь мир. Ну, и как минимум, это нерационально. Ну, и что? Ну, тем не менее, взгляд, да, этот, Миш, согласен? Вы знаете, я согласен, безусловно, США сработало в данном случае как детонатор, однако проблемы, они были, просто, может быть, это бы случилось не в 2008-м, а в 2011-м или 2012-м. А может, и с кем-то другим. Да. Проблема, на самом деле, в чем, что, смотрите, вот в США средний темп роста населения 3% в год, а естественный темп роста ВВП порядка 2%. И получается, что, вообще говоря, при, в этой ситуации, у них доля ВВП на душу населения сейчас должна падать. Просто, естественным путем, пирог, который делят на всех, население растет быстрее, чем пирог. А, естественно, как бы, никакой политик не готов, и вообще люди, общество не готово к тому, что оно будет жить беднее в перспективе. И поэтому пошло постепенное наращивание потребления кредитов с целью возмещения всего этого дела. И вот к этому и пришли. Я понял. Хорошо. Еще один вопрос, ну, видимо, уже такой более практичный. Леонид интересуется. Так что же покупать? Что сейчас покупать? Акции? Так как они вроде бы недорогие, ну, это очевидно. Или доллары? Причем, заметьте, теханализ говорит Леониду, что доллар может стоить и 37 рублей. Ну, это, наверное, сложно давать однозначный ответ, потому что многое зависит от того, каким источником вы финансируетесь, какими длинными деньгами вы располагаете, короткими, устраивает ли вас доходность, допустим, чуть выше банковских депозитов. На самом деле, опять же, в зависимости от того, что вы хотите получить, да, что сейчас можно покупать. Например, на рынке наиболее стабильны сейчас акции тех компаний, которые приносят наибольшую дивидендную доходность. То есть, если вы посмотрите графики, они самые устойчивые. Ну, я не хотел бы тут эмитентов называть. Нет, эмитентов называть не надо, но речь идет о том, что это некий средний, долгосрочный, да, такой в перспективе. Да, будем так говорить, который наиболее устойчив на двигающемся, не в том направлении рынке, да, вот. И в то же время они приносят вполне приличные доходы, вполне сравнимые. То есть, помимо рыночной стоимости, да, у них еще есть... У них хороший дивидендный доход. Давайте я вас прерву на секунду, потому что здесь есть звонок, а потом мы вернемся. И вот тема рубля меня тоже очень интересует. Итак, послушаем. Геннадий, вы в эфире, задавайте вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос представителя инвестиционного банка. Так. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас есть проект, и мы можем организовать изделия товарно-народного потребления, защищенные патентами и так далее, и так далее. Нам надо по бизнес-плану ИТЭО 52 миллиона 630 тысяч. Как я мог бы получить на каких началах в вашем банке? Ну, спасибо, Геннадий, за вопрос. Я думаю, что все-таки подобные вопросы надо адресовать непосредственно, да, в один из финансовых институтов. Ну, если несложно, можно просто ответить. Можно рассматривать банк инвестиционный подобные предложения? Ну, безусловно, банк, как вообще организована работа банка? Банк берет деньги у населения под ставку депозитов и раздает их в выгодные бизнес-проекты, кредитуя их. Если вы сможете доказать банку, что вы действительно готовы взять эти деньги и сможете вернуть их банку с прибылью, банк будет готов, и риски этого вменяемые для этого банка, то банк, естественно, выступит в качестве заемщика и даст эти деньги. Но просто это нужно идти к специалистам в каждом конкретном банке и убеждать, разговаривать и доказывать. Да, на самом деле, стандартная процедура, к которой вы можете обратиться в любой банк, который вам понравится, по каким причинам вы выберете и предложить, я думаю, что действительно стандартная процедура, которую просто надо попробовать. Да, Геннадий, вот, собственно, если не возражаете, вот таким будет ответ на ваш вопрос. Ну, у нас программа несколько иного плана, а на ваш вопрос ответили действительно? Если вопрос в объеме, то он не представляет ничего чудовищного собой. Конечно, конечно, пусть вас это не смущает. Так, вернемся к вопросу Леонида. Ну, Сергей ответил, акции, которые имеют сейчас дивидендную доходность, наиболее устойчивые к каким-то потрясениям. Наиболее устойчивые, да, и представляют собой, ну, будем так говорить, наиболее нормальное, так сказать, владение акциями. То есть западный инвестор давно приучен к владению акциями в течение многих месяцев, а может быть, даже лет. И это оправдывает именно тем, что западные компании, как правило, предлагают дивидендную доходность, которая интересна инвесторам. То есть пресловутая вот эта позиция, когда американский фондовый рынок, да, каждая домохозяйка, это как раз долгосрочно. Это оправдывает, да, потому что на те дивидендную доходность можно, в общем-то, существовать. Этот доход вполне устраивает многих людей. Сереж, спасибо, давайте продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. А в гостях, я напомню, Михаил Королюк, начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки и инвестиционно-финансовой компании «Солид», и Сергей Александров, начальник отдела продаж и инвестиционных продуктов банка «Стройкредит». Продолжаем разговор. Разговор уже непосредственно на практические темы, да, мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Ну и я возвращаюсь к вопросу Леонида. Значит, он рассматривает в качестве инвестиций акции, вот Сергей, собственно, его порекомендовал. В средне-долгосрочном перспективе, я так понимаю, да, это может быть вполне ликвидно. Ну да, на срок от нескольких месяцев. От нескольких месяцев, да, до нескольких лет. И, собственно, сейчас цены вполне приемлемы для того, чтобы позиции открывать. Просьба такая. Давайте поговорим о валютном рынке, собственно, о будущем рубля. Опять с точки зрения продолжения кризиса, да, эскалации кризиса. Где он может быть, Миш? Ну, в случае эскалации серьезной кризиса, безусловно, та самая озвученная цена 37, к примеру, за доллар, в принципе, она не выглядит слишком фантастической. То есть, в худшем случае, ну, вообще, можно нарисовать кучу разных кризисов, где мы рубль увидим и по 60 рублей за доллар. Вот, но, в принципе, 37, такая цифра может быть и увидена. Нормально, да? Ну, меня она не шокирует. На какой дистанции, скажем так? Ну, скажем так, в течение следующего года и в случае, если серьезная эскалация в Европе. Ну, да, согласен. Если пессимистический сценарий, так сказать, вот проиграть, то, да, один из вариантов вполне возможно. Хотя все-таки, хотя все-таки я бы подождал в качестве, ну, какой-то триггер для того, чтобы занимать позиции, вот движение нефти. Да, безусловно, речь идет о том, что это некий такой пессимистический сценарий, но, на самом деле, пока, то есть, его надо иметь в виду, но пока... Говорить об этом рано. Говорить об этом абсолютно рано. То есть, пока, в принципе, рубль ведется вполне вменяемо, устойчиво и, в принципе, отражает вот ту достаточно позитивную ситуацию в стране, в которой я говорил, что страна имеет, собственно, достаточно неплохой резерв. И тактическая ситуация в стране достаточно неплохая. То есть, 37, это не самый вероятный вариант, скажем так. Ну, экстремальный, да, то есть, как бы, а пока, в принципе, рубль держится вполне нормально. И вот, когда люди спрашивают, а что же делать там, а как быть, а если вдруг там, ну, есть же, ну, совершенно стандартный такой ответ, что если вы очень сильно волнуетесь, хотите ликвидировать валютные риски, нужно сделать так, чтобы валютная структура ваших активов соответствовала валютной структуре ваших расходов. Вот мы в течение года едем за город, там, покупаем импортную машину, какие-то там тряпки западные, там, да, вот посчитать, какую долю в наших расходах мы покупаем импорта. А все остальное мы покупаем в стране за рубли, и произведенное за рубли. И важно, что и зарплату, наверное, да, мы получаем? И зарплата, нет, ну, да. И просто посчитать, ну, предположим, я потребляю там 25-30% импорта, да, вот так вот, если взять на круг, все. Ну, тогда можно взять свои вложения, там, 70% пусть будут в рублях, а 30% положительный депозит валютный. И все, и тогда валютный риск просто убивается, можно вообще забыть о валютных курсах, вообще просто не думать о них. Ну, то есть смысл в том, что, действительно, если есть такое желание, можно каким-то образом этим риском управлять. Ну, я вот при нынешней ситуации вижу рубль на конец года, ну, 33-34, не больше. Ну, то есть в пределах, вот, бывшего диапазона, да, уже было в мае месяце. Да, тем более, что четвертый квартал, он, как правило, все-таки холодный квартал во всем мире, и поэтому цены на нефть обычно редко падают в этот период. Хотя все может быть, но это уже экстремальные какие-то вещи. Мы всегда говорим, что все может быть, да, но, как минимум, мы, так сказать, готовимся к чем-то конкретным вещам. Хорошо. Хорошо. Понятно более-менее по поводу курса рубля к доллару, но вот Миша как раз начал говорить об этом. А каким образом вот этот свой портфель диверсифицировать, сохранить его? Мы говорим о том, что часть его, ну, видимо, большую мы держим в рублях, часть, наверное, меньшую в долларах. Золото в качестве валюты инструменты инвестирования не рассматриваем. Вы знаете, ну, есть традиционный рецепт 5-10% вкладывать золото. Более того, вот сейчас мы обсуждали тактические идеи, значит, куда вложить спекулятивно. Вот, на мой взгляд, одна из таких, на мой взгляд, как бы, ну, достаточно вероятных идей, это купить просто золото. Я, честно говоря, жду от него рывка вверх. Вот, есть к тому... Когда, если не секрет? Вот это золотой вопрос, на 100 миллионов. То есть, на самом деле, на рынке проще сказать, что будет, чем когда будет. Вот, но в целом я лично жду выхода золота куда-то в диапазон 2000-2200. И боюсь, что это произойдет скачком. Вот, там, за полтора-два месяца. Вот, когда это скачок... Ну, в последнее время, кстати, золото себя так и вело, да? Ну, скакало. А, ну, всегда так, да, скачком. Поэтому можно задуматься прямо сейчас, собственно говоря. Только в отличие от Михаила, я бы все-таки, наверное, предпочел обеличенные металлические щита. Потому что они... Есть определенные преимущества в плане... В отличие от Михаила. А Михаил каким образом золото покупает? Вы знаете, мы лично с нашим клиентом рекомендуем заходить через структурированные, так называемые, продукты. То есть, это довольно интересная вещь, когда человек может заранее определить риск. То есть, он может вообще сказать, что я не хочу ничем рисковать. Например, за горизонт инвестирования, он, например, на год положил. Через год он в худшем случае, если золото не выросло, он получит назад все свои деньги. Но если золото растет, он получает, например, 70% от роста. То есть, такие продукты... А если золото падает? Получает назад все деньги. То есть, короче говоря... Первоначальные деньги. Да, первоначальные инвестирования. То есть, компания компенсирует. Нет, нет, это с помощью инструмента срочного рынка, опционов строятся такие... Это так называемые структурированные позиции. Покупаются банды, и на них... Ну, разные механизмы размещения тела есть. То есть, если есть возможность рассказать вкратце... Есть, есть, нужно даже. Вы, смотри, предложили выгодную инвестицию, а как ее осуществить технически? Значит, технически это надо прийти к компаниям, которые делают эти структурированные продукты, купить. А как делают эти продукты компании? Просто деньги делятся на две части неравные. Одна часть вкладывается в инструмент фиксированной доходности. Когда мы точно знаем, что, например, мы сейчас вложили 90%, через год это вырастет до 100% от инвестированной суммы. И мы четко знаем, что в этом случае клиент на дату X получит назад все свои деньги. То есть, фиксированная доходность, это что, банковские депозиты, это облигации? Разные инструменты, есть облигации разные, да, есть разные механизмы. А оставшаяся вот небольшую часть вкладывается в опционы. Покупаются опционы кол на золото. А опционы это ведь такая вещь, которая в случае... Это на форте у нас, да? Да. Если они, мы угадали, они растут в десятки раз, могут расти. И за счет этого, если золото пошло в нашу сторону, опционы кол начинают очень быстро сесть в разы. И мы получаем вот то соучастие в движении рынка, о котором мы говорим. А если вдруг мы не угадали, и золото не выросло, то человек получает вот за счет роста фиксированной части назад всю инвестированную сумму. То есть, вот этот вот процент, да, фиксированной части, он покрывает расходы. Да, компания делает такие продукты, и это достаточно хороший, комфортный способ сделать ставку на некоторое событие, ограничив свой риск, проигрыш заранее известной суммой. То есть, человек может сказать, что я хочу ноль риска, один-два риска, и, соответственно, он точно знает худший сценарий от своего инвестиционного решения. Это самое главное. Где у него стоп-лосс-то? Да, да. Причем это стоп-лосс может быть ноль. Ноль. Вот это интересно. Сережа, а у тебя в этом случае какая альтернатива? Нет, альтернативы тут, конечно, может быть много. Единственное, вот тот замечательный вариант, который рассказал Михаил, он действительно очень интересный. Единственное там но в том, что вложение в инструменты фиксированной доходности, как правило, поглощает львиную долю, ну, тех денег, которые предполагалось вложить. И, соответственно, на опционы остаются, ну... Крохи. Ну, не крохи, но будем говорить, что хотелось бы больше. Вот, поэтому... Ну, здесь, я так понимаю, главная безрисковая все-таки стратегия. Нет, это, безусловно, уважаемая, отличная зарекомендовавшая стратегия, с которой я с большим уважением отношусь. Вот, единственное, что я говорю, поскольку, например, ну, у людей может быть вью такой, что золото все-таки действительно имеет большой потенциал. Вот, что можно просто-напросто самому себе сделать такой портфельчик из-за каких-то, ну, будем говорить, допустим, акций, облигаций и открыть металлический счет. Вот, единственное при этом надо иметь в виду, что он не страхуется, то есть это... Это не то, что банковский счет, да? Да, это в банке, но, к сожалению, это не... в СВ он не попадает, не страхуется. Вот, но, тем не менее, выбрав достаточно надежный банк, тут рисков тоже не так много, и вы будете избавлены от НДС при покупке золота. Соответственно, все движение золота будет вами поймано, вот, так сказать. Это тоже неплохой вариант, но каждому свое, как говорится. Презультатов много. По крайней мере, да, есть выбор, есть выбор всегда. А вот помимо золота, вот этого металлического счета, ты говорил о том, что в этом портфелье акции и облигации. А акции и облигации какие компании? Тоже имеющих отношение к добыче золота? Нет, нет, нет. Я как раз на этом не зацикливался. Существуют и такие, да, но я в данный момент не связываю это обязательно. Я имею в виду, что вложение, ну, известное выражение, в одну корзину не надо класть все яйца. Золото, да, у него хороший, большой, интересный потенциал, но я бы не стал класть деньги все вот. Тем более, что облигающий металлический счет предполагает, ну, некоторую протяженность во времени. То есть это не та вещь, которая может заработать за неделю или за неделю. Да, это не спекулятивный инструмент, да, как говорят? Ну, скажем так, да, что от полугода это минимум, а лучше, как бы, рассчитывать на некоторые, даже более продолжительный срок. Поэтому я и говорю, что все эти средства не стоит, так сказать, вкладывать в золото. Ну, это нормально. Миш, значит, у нас не так много времени осталось, я вас, уважаемые гости, хочу попросить, ну, учитывая, что мы нарисовали сегодня уже все возможные сценарии развития мировой экономики, да, как отреагируют на эти возможные сценарии экономика российская. И, вот, давайте еще раз, что же в сухом остатке, может быть, есть смысл и повториться, что делать нашим уважаемым слушателям, ну, тем, по крайней мере, которые, а, наверное, таких большинство хотят сохранить свой капитал, и, б, таких, такие тоже есть, может быть, их не так много, хотят в это время, даже в это сложное время его приумножить. Что делаете, Миш? Вы знаете, я бы сказал так, что, во-первых, не надо зацикливаться на кризисах, нужно вообще, Гая, помнить, что мы живем здесь, сейчас, как бы, жизнь не ограничивается только экономикой, нужно вкладывать себя, своих детей, свое здоровье, как бы, это тоже очень важная инвестиция, а вот то, что сверх этого остается, тут надо или принимать решение самому, или доверять это решение каким-то профессионалам. Профессионалов много, приходите, консультируйтесь, за спрос денег не берут в этом рынке, поэтому, вот, мне кажется, так. Замечательно, Сереж. Ну, я только могу прибавить от себя пожелание, что минимизировать свои кредиты, по возможности. Да, то есть те, которые есть, а новые не приобретать. А новые, по возможности, не приобретать, потому что, ну, я считаю, что сейчас момент не самый лучший, и прогнозировать можно разные сценарии, но все они, будем говорить, большая часть их негативны, в плане того, что обязательства, которые в моем взяты, могут неожиданно увеличиваться. Огромное спасибо. Уважаемые слушатели, я надеюсь, что сегодняшняя программа была полезна вам. Мои уважаемые слушатели Михаил Королюк, Сергей Александров дали вам рекомендации. Я прощаюсь с вами. Сухой остаток. Успехов на рынке. Всего хорошего.